В последнее время генетические исследования выходят на новый уровень, учитывая современные реалии науки. Более объемная картина наблюдается и при использовании новых методик в археологии. В данном исследовании международная команда ученых изучала генетические различия между популяциями Центральной и Северной Европы и популяциями Пиренейского полуострова. Здесь стоит упомянуть, что часто этот полуостров в научной литературе называют Иберией или Иберийским полуостровом. А это может внести путаницу, так как под названием Иберия существовало царство на территории современной Грузии. А это разница в 3000 км географические и совсем другие хронологические периоды. Так вот, группа исследователей проанализировала и объединила генетические, археологические и изотопные данные за 4000 лет биомолекулярной истории Пиренейского полуострова. Исследователи изучали данные из археологических памятников севера и юга Испании, в том числе Эль-Парталон в Сиерра-де-Аль-Пуэрко в районе города Бургос, Испания, и пещеры летучих мышей в Андалусии, откуда был секвенирован старейший геном неолитического фермера возрастом в 7245 лет и принадлежавший представителю культуры керамики неолита Альмагра. В Европе доисторические миграции имели важную роль в формировании генетического состава. После последнего ледникового максимума около 20 тыс. лет назад Европа была заселена группами охотников-собирателей, а позже за последующие 10 тыс. лет произошел ряд миграций, которые оказали влияние как на генофонд, так и на образ жизни первых европейцев. Первые землевладельцы пришли в Европу из Анатолии и Ближнего Востока, а позже менее чем 5000 лет назад группы скотоводов из причерноморско-каспийской степи распространились по всей Европе. Все эти миграции были с востока, поэтому в западную часть Европы они попали в последнюю очередь. И получилось так, что в Центральной и Северной Европе мигранты заменили большую часть генофонда. Но первые миграции проходили в основном по Северному побережью Средиземного моря, и исследование показывает, что население Пиренейского полуострова генетически отличается от более сильно смешанного населения в Центральной и Северной Европе, а это значит, что ранние фермеры полуострова генетически больше связаны с первой волной мигрантов, а последующие миграции из Центральной Европы и Северной Африки были незначительные, а генетически первые мигранты наиболее тесно связаны с современными жителями Сардинии. Сардиния – это остров в Средиземном море, который входит в состав Италии, с населением около 1 миллиона 600 тысяч человек. В общем, нынешние сардинцы – это почти прямые потомки фермеров, которые принесли в Средиземноморский регион Европы сельское хозяйство около 8 тысяч лет назад. Также, не очень большое влияние на генофон Пиренейского полуострова оказала миграция Бронзового века от представителей ямной культуры, в отличие от Северной и Центральной Европы. Чтобы было более понятно, географически ямная культура занимала территории от Южного Приуралья на востоке до Днестра на западе и от Предкавказья на юге и до Среднего Поволжья на севере. В общем, картина жизни на Пиренейском полуострове от момента первой миграции выглядит так, что первые фермеры изначальной миграции жили относительно маленькими группами и имели небольшое генетическое разнообразие. Но по мере прибытия новых переселенцев популяции росли и смешивались с местными охотниками-собирателями, увеличивая генетическое разнообразие по мере роста групп. А миграция пастухов из Причерноморско-Каспийской степи переходного периода позднего неэлита Бронзовый век генетически принесла большее разнообразие в Центральную и Северную Европу, нежели в Юго-Западную. А это подчеркивает генетическую уникальность истории Пиренейского полуострова. Конечно, странно, почему жителям Причерноморско-Каспийской степи не приглянулось Средиземное море, но спросить у них мы уже не сможем. Но это повлияло на то, что основная доисторическая миграция, связанная с неолитической революционной методикой ведения сельского хозяйства, стала генетически решающей на полуострове. Также исследователи изучали рацион питания жителей Пиренейского полуострова на протяжении четырех тысяч лет и выяснили, что диета, характерная для культур, которые занимались сельским хозяйством, не изменялась даже в периоды смешивания с популяциями охотников-собирателей и другими культурными группами. А в целом, исследование подчеркивает всю важность комбинированного подхода к вопросам археологии в комплексе с различными научными направлениями и методиками, а также демонстрирует сложность и различие между характерами миграций в каждый отдельный регион, не только Европы, но и других частей света, что очень важно для понимания того, как люди заселили планету и впоследствии перемещались между уже заселёнными участками. На этом благодарю за внимание, а к постоянным зрителям вопрос, улучшилось ли качество звука в этом видео по сравнению с предыдущими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok